всем добрый день канал gt класс с вами андрей щетников и сегодняшний ролик будет посвящен ответу на вопрос который на днях в комментариях к одному из наших роликов задала надежда куприянова насколько я понимаю она учитель физики в школе и вот что она пишет я не понимаю почему при сближении пластин конденсатора емкость конденсатора возрастает я отвечаю ну вот же формулы мы можем вывести и получить результат она мне говорит ну да конечно мы эти формулы каждый год с учениками выводим но одно дело формулы а другое дело понимание я все равно не понимаю как объяснить почему емкость возрастает и я думаю что это хороший повод с одной стороны обсудить почему емкость конденсатора возрастает при сближении его пластин а с другой стороны понять чем настоящее понимание отличается от формального знания так что мы обсудим сейчас это и другое ну и теперь мы сделаем вывод формулы для емкости плоского конденсатора вот я конденсатор тут изобразил все значки расставил ну и вывод делается в три шага шаг первый важный надо понимать что электрическое поле внутри конденсатора пропорционально плотности зарядов на его обкладках ну соответственно е равняется сигма эта самая плотность и поделенная на эпсилон левое это коэффициент электрическая постоянная для пересчета одних единиц другие теперь следующий шаг ну нам нужно знать разность потенциалов напряжение между обкладками у для этого нужно напряженность которая в вольтах на метр умножить на расстояние между обкладками которая в метрах ну и мы соответственно вольт и вот тут получим а когда мы есть сюда подставим получится сигма д делить на эпсилон нулевое ну и мне для дальнейшего удобно сразу сигму отсюда выразить и получить что сигма и степсил нулевое делить на d вот d у меня в знаменателе уже оказалось умножить на у ну и последний шаг для того чтобы получить стандартную формулу для в которую входит емкость где заряд эта емкость умножить на напряжение мне нужно и от плотности заряда перейти к самому заряду то есть плотность заряда сигма которая в кулонах на квадратный метр умножить на площадь которая в квадратных метрах получим вот здесь q кулоны ну и когда мы сигму сюда подставляем получаем вот такое выражение эпсилон нулевое с поделить на d и умножить на у я вот это все дело вместе собрал ну и понятно из общего вида формулы где q равняется c у вот это у нас и есть емкость конденсатора c ну тут наверно короткие замечания если бы у нас был диэлектрик между обкладками с диэлектрической проницаемостью эпсилон то вот здесь бы в знаменателе еще эпсилон оказалось ну и мы считаем что зазор между пластинами много меньше чем размеры пластин и соответственно пренебрегаем выпадением поля на краях ну и вот формула получена для емкости до расстояние стоит в знаменателе чем меньше расстояние тем больше емкость но почему так честно сказать из самих вот этих вот как говорил мой один мой старый университетский приятель крючочков ну может кому-то и понятно но как мне кажется большинство людей в этом месте как бы требуется для понимания что-то другое и что такое это другое мы об этом с вами сейчас поговорим и вот я утверждаю что для большинства людей понимание связано во первых с рассмотрением процессов потому что процесс когда что-то изменяется нам легче себе представить а во-вторых с задаванием вопросов касаемо этих процессов ну и какие вопросы естественно задавать про конденсатор ну на мой взгляд здесь таких вопросов два и они относятся к двум разным ситуациям первая ситуация мы зарядили пластины отомкнули конденсатор от источника теперь у нас на пластинах будут постоянные заряды и вот мы меняем расстояние между пластинами заряда остаются постоянными а напряжение разность потенциалов меняется и надо спрашивать себя а почему меняется разность потенциалов ну понятно по формуле что чем меньше тем больше у но что это значит физически почему разность потенциалов меняется для этого надо понимать у не как букву а как некую физическую величину восстановить смысл а второй вопрос мне кажется еще более естественным и важным допустим что мы не отомкнули пластины от источника тогда пластины всегда будут находиться под постоянной разностью потенциалов которую обеспечивает источник и вот мы меняем расстояние между пластинами и и у нас натекают заряды при сближении пластин на пластины и наоборот утекают с пластин при их разведении и естественно спросить а почему это происходит вот когда мы ответим на такой вопрос мы поймем каким образом емкость зависит от расстояния между пластинами чем мы сейчас дальше займемся а теперь нам надо поработать с этой картинкой и мы добавим сюда источник электродвижущей силы соединив его с нижней и верхней обкладками конденсатора но вот так как он у меня нарисован что он начинает делать он забирает отсюда с верхней обкладки электроны и перетаскивает их как насос на нижнюю обкладку сначала это ему делать совсем легко перетащил так сказать первый минус да а здесь у меня появился плюс дальше следующие порции зарядов перетаскивать все труднее труднее потому что здесь уже есть минусы которые очередной минус не пускают отталкивают ну и вот мы перетаскиваем перетаскиваем давайте а три минуса нарисую внизу и три плюса нарисую верху и мы доходим до такого состояния когда энергия которую наш источник эдс сообщает электрону перетаскивая его ну так сказать на вот этот он меня внизу правда нарисовано для электрона это верхний уровень да в точности равна той энергии которую этот же электрон приобретет если он скатится обратно на положительно заряженную обкладку все уравновесилось поэтому мы и говорим о потенциале потенциальной энергии ну и стало бы сейчас потенциал между обкладками он равен электродвижущей силы все зарядили это первое соображение и еще надо поле здесь нарисовать чтобы перейти ко второму соображению вот а второе соображение такое оно тоже важное значит вот эта самая разность потенциалов на как бы вот так надо про нее думать что электростатическое поле потенциально само в том смысле что неважно как мы перетаскиваем заряд с одной обкладки на другую сейчас по какому пути вот так через провод или вот так напрямую но если минусы мы сюда будем возвращать то этим 1 то этому минусу будет собрещена одна и та же энергия по какому пути мы не пошли ну и в этом смысле мы можем не вот так обходить а можем взять его на палочку начать сюда переносить а его минусы отталкивают плюсы притягивают ну он а можем его оторвать так и он полетит да разгоняется и вот приобретает какую-то энергию эта энергия в точности равна разности потенциалов у электродвижущей силе вот это е вот это вторая идея а теперь вслед за этой второй идеей можно уже перейти к сдвиганию обкладок давайте мы их так поближе сдвинем и пока что будем считать хотя это потом изменится что заряды не изменились мы увидим что они должны измениться сейчас что у нас теперь произошло а теперь у нас расстояние уменьшилось и если плотность зарядов осталась той же самой то и электрическое поле ей внутри то же самое а энергия которую приобретет заряд перескакивая с нижней обкладки на верхнюю она стала меньше потому что расстояние сила та же расстояние меньше значит работа меньше энергия меньше но это означает что сейчас пока что разность потенциалов еще не достигла величины электродвижущей силы электродвижущая сила этот насос все еще может подкачивать сюда минусы соответственно здесь наверху оставляя плюсы пока у нас снова разность потенциалов не сравняется с электродвижущей силой вот оно сравнялось и мы видим в этом рассуждении что плотность зарядов на обкладках стало больше при сближении то же самое что мы получали на формальном языке если d меньше то емкость больше и при той же разности потенциалов у заряд на обкладках будет больше ну вот теперь на языке процессов и вот такого перетекания переталкивания зарядов мы представили себе всю эту ситуацию уже что называется в живе ну и здесь я должен поблагодарить всех кто задает мне правильные вопросы пишите свои комментарии соображения и до новых встреч пишите